Мною внесил вопрос, предложение в сегодняшнюю повестку дня, это законопроект о отчете депутатов на штатной основе в Саратовской областной думе. Этот законопроект мной был внесен еще в 2018 году и, к сожалению, руководство думы и комитетом не нашло времени и возможности рассмотреть мой законопроект в рабочем порядке. Поэтому я сегодня вынужден вносить его вот таким образом. Насколько мне известно, заключение есть, оно негативное, что, в общем-то, каким образом не мешает нам внести этот вопрос сегодня в повестку и рассмотреть его в рабочем режиме. Смотрите, вы пишете о том, что прошу включить повестку заседания комитета. Это техническая, послушайте, давайте, это техническая опечатка. Я хочу сказать, что если вы хотите, чтобы по данному законопроекту была продвинута рабочая группа, давайте просто задуматься. Я не хочу, чтобы была отдельно продвинута, я прошу включить вы эту рабочую группу. Законопроект, либо постановление, проекты постановления, которые имеют отрицательное заключение, они не выносятся на обсуждение, они передаются за отрицательное заключение миссаршим для того, чтобы его доработать. Я прошу вас не вводить, коллег депутатов, в заблуждение. И еще раз, прочитайте регламент. Я боюсь, что вы сегодня показываете то, что вы не соответствуете занимаемой должности руководителя регламентной группы. Это ваше мнение. Это не мое мнение, это закон. Вы берите, читайте мать часть. В конце концов, где юрист, который должен все вопросы снимать острые? Уважаемые депутаты, по весу дня сегодняшнего заседания рабочей группы определил председатель комитета. Она была вывешена на официальном сайте. Был определенный список приглашенных лиц. Люди пришли подготовлены по этим вопросам. Если депутат Денисенко желает рассмотреть свой вопрос, он должен был обратиться к председателю комитета, чтобы кто-то включил в по весу дня заседания рабочей группы. Вот письмо с отметкой о том, что мной был внесен этот вопрос через канцелярию. Когда? В сегодняшнем дне. А это не имеет значения. Мой вопрос был внесен в 2018 году. Мой вопрос, законопроект был внесен в 2018 году. А как с вами еще раз говорю? Вы начинаете крутить. Сошлитесь на пункт, регламент, на логику. Какую логику? Логика с 2018 года до сих пор не рассмотрен. Это сегодня внес закон. Я внес его в 2018 году. Сейчас по весу предлагаешь? Конечно. Ну сейчас. А зачем мы утверждаем по весу тогда? Мы пришли к другому вопросам готовиться. Каким вопросам готовиться? Это не моя проблема. Это проблема комитета и думы. Значит тогда председатель, замы, председатель комитета, что и место занимают, зря. Зачем они тогда нужны, если с 2018 года не могут отключить вопрос? Вопросы. На самом деле, я поддержу своего коллегу. В каком плане? Во-первых, если я не ошибаюсь, и меня юристы могут поправить, то не рассматриваются только законопроекты, получившие отрицательные заключения в прокуратуре в случае их несоответствия федеральному законодательству, мы заключения не видим. Поэтому это первое. Во-вторых, я все-таки прошу, ну, в плане у всех первой власти, ну действительно у нас какая-то, вот почему-то председательствующий всегда считает, что он важнее остальных депутатов. Вот, если депутаты примут решение, что это надо рассмотреть, надо рассмотреть. Если примут решение, что не надо рассматривать, это надо рассматривать. Есть предложение провести отдельную рабочую группу, на которой мы рассмотрим самопроект Денис Евгеньевича. Возможно, с которыми депутатами предоставят будет заблаговременно вся эта информация, мы ее изучим и уже отдельно в порядке рассмотрим. При credits are on. К сожалению, Алексей Васильевич у нас был председателем долгие годы этого комитета, и он не нашел времени для того, чтобы включить этот вопрос и рассмотреть. У меня нету вам доверия, что вы этот вопрос, сейчас согласившись его не рассматривать, рассмотрите уже на следующей рабочей группе или на следующем комитете. К сожалению, это форма вашей работы, задвинуть законопроекты, которые вносят оппозиционные партии, как можно дальше. И не рассматривать их, независимо от того, хорошие или плохие. Вы сейчас боитесь того, что законопроект предполагает, что депутаты на штатной основе обязаны отчитываться о своей работе, не ходить, гулять или еще чем-то заниматься. За что они деньги получают? Я каждый раз приезжаю к людям, я каждый раз приезжаю к избирателям и начинается первый их вопрос, за что вы там в Думе получаете зарплату? И я в десятки минут трачу на то, чтобы сказать, что я не являюсь депутатом на штатной основе и зарплату не получаю. И следующий вопрос, за что эти там получают свои сотни тысяч? Так расскажите людям, не бойтесь этого. Но, к сожалению, вы сами этого не хотите сделать. Поэтому приходится предлагать законопроект, который потребовал бы от нас отчет о депутатах. Чего же вы боитесь-то, да? Нам было разослано материал, в соответствии с которым на эту рабочую группу должны были вынести нашумевшие теперь на всю страну вот эти дурацкие совершенно какие-то инициативы о штрафах, возможно, от привлечения административной ответственности депутатов за плакаты, за перебивания, за то, что якобы он где-то там хлопнул, топнул, чихнул и так далее. Нам это разослали. Все, все СМИ все это обсуждают. Вдруг оказывается, что он кого-то ёпнул, наконец, где-то что-то появилось в голове и решили это отозвать. А что, не цепил вот этот дуть сразу, да не выкидываясь, а если он не готов, если не готовы заключение, не готовы, почему тогда эти документы были разосланы, почему это появилось, нам официально было, что это будет рассмотрено. У нас юристы начинают работать, мы начинаем, не понимаем, вся страна начинает богоражиться. Оказывается, нет заключения, мы их назад откладываем. Ну что это за игры-то такие, это что за шипи? Это дурь, это фэй или это недоработка аппаратной? Я думаю, как бы в курсе мы планируем проведение рабочей группы на четверг, ввиду того, что у нас не поступил ряд заключений, ее перенесли на сегодняшний день. К сожалению, на данный момент заключений нет, в этой связи, не все заключения, в этой связи на этой рабочей группе рассматривать данный проект не реализовано. Вопрос, зачем тогда расслабиться, нет заключения будет. Вы попробовали, что ли, вкинули, посмотреть, какая будет реакция, как отреагирует на рынок, как отреагирует оппозиция, да? Это вот это что за дергание, это что за шипи? А пара, вот тогда делается замечание, не надо рассылать, не готовый тогда закон о проекте. Роман Стариславович, я так и не услышал, к сожалению, послушайте, пока вы не приняли закон о штрафах, я могу вас перебивать, потому что я как депутат требую к себе законного нормального отношения. Вы за шелмоши перебиваете. Сошлитесь, пожалуйста, еще раз. Нет, вы не перебиваете, вы ответите на мой вопрос. Вы ответите на мой вопрос. Вы раздавали ничего, вы не отгадываете мне в рассмотрении моего вопроса. Сотя Семис Примарина говорит, что надо работать над законопроектами, проектами постановлениями, создается рабочая группа. Порядок работы, дата, время и форма определяется председателем комитета. Председатель комитета определил, что в сегодняшней повестке дня можно рассмотреть вот эти вопросы. Он их и внес на заседание рабочих групп. Список приглашенных определил председатель комитета. Это все в статье 70 написано. Примарина. Послушайте. На сегодняшнее заседание рабочих групп пришли приглашенные лица в отдел законопроекта... Я опять не слышу меня, вы не слышите меня, я прошу... На ваш вопрос... Основание какое для отказа? На ваш вопрос, почему сегодня не рассматривается, вам был дан подробный ответ, что ваш вопрос будет рассмотрен на следующей статье рабочих групп. Все, ну что тут еще... Да что, потому что вы не отказываетесь на основании чего? На следующем заседании рабочих групп... Оказывать вы на основании какого закона, регламентного положения? 70 прим 1. 70 прим 1 это как он так формируется, а не как отказывается. Вы не за это... Формирование осталось одной тоже. Нет. Формирование... Не одно, я тоже. Не что, не одно, я тоже. Мы будем полчаса обсуждать. Давайте проголосуем. Давайте проголосуем за то, чтобы рассмотреть на заседании сегодняшней рабочей группы, сценопроект... Уважаемый диспансер, на рабочей группе не происходит голосование. Это не запрещено. Здесь, здесь на рабочей группе... Для того, чтобы поставить точку в этом вопросе, вопрос у того. А члены рабочей группы... Главное учебное комитет. Да. Тогда другой вопрос. Кто за то, чтобы рассмотреть на рабочую группу данные решения? Вот я сейчас смотрю, прям один, вы нас ввели в заблуждение. Вот так, кто просит. Подождите. Да вы не имеете права голосовать, вы нарушаете регламенту. Пойдите регламенту. Да как от них, понимаете? У нас юридическая служба ввела в заблуждение. Вот я открыл прям один. Почему депутат вводит в заблуждение? Вам правило? Все депутаты вводят в заблуждение. Вы здесь для чего? Что отводить депутатов в законодательство? Я что, я не знаю, Николай Ильич Николаевич? Да, он прям один. Где здесь написано, что вы сейчас сказали? Что депутаты не могут внести этот вопрос. Я не слышу, где здесь это написано? А почему? Отказывается депутатам. Вы с основания этой статьи. Я сказал, что депутат не может внести этот вопрос. Я это сказал. Вы отказывались. Еще раз задаю вопрос, я пригласил вас, на основании какой-то статье отказывать, на основании какой-то отказать, 70-1, ну вы найдите мне эту норму, здесь прочитайте, вы с того дебилов здесь делаете, прочитайте норму, еще раз говорю, вы слово слышали. Какое решение? Оно незаконное, это решение. Да вы не имеете права, я же так по регламенту принимаю. А у вас в хоруме есть? А хорума есть? Чего? Кто у вас есть? 8 человек у вас. Где у вас в хоруме? Я находитесь в хоруме. У вас в хоруме есть? На работе не думайте, о чем? Что из судьбы не пришло в хоруме? Разскажьте ровно о том, как не умеют работать депутаты Единорассы и как здесь занимаются формены понятия законов. По просьбе вашего коллеги, Александр Юрьевича, мы проголосовали. Давайте посмотрим, что вы в коллеги. Давайте рассматривать те вопросы, которые были миссионеры группы. Вопрос о проекте закон Сарасской области, не всеми изменениями закон Сарасской области, а статус-искрутатства Сарасского областного дуна. Закон проект принесен депутатом Анатолия Анатолицына, Алексея, Лосея, Чемария, Игана, и Гландема. Слово, с теми, по-другому, прочее, исправляются болезненности. Слово, с теми, по-другому, прочее, исправляются болезненности. Слово, с теми, по-другому, прочее, исправляются болезненности. Одновременно законопроектом, в соответствии с принятым федеральным законом, предлагает установить, что депутаты областной думы, осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, так же, как и депутаты областной думы, осуществляющие свои полномочия на профессиональной непостоянной основе, нет права осуществлять деятельность, предусмотренную пунктами 1.4-1 с части 3 ст. 12.1 федерального закона о противодействии продукции. В том числе, они не смогут, это новое, то, что было введено в федеральном законе, замещать другие должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления. Данный запрет существовал и ранее. Быть поверенными или иными представителями по делам в третьих лицах в органах государственной власти и органах местного самоуправления, если иное не предусмотрено федеральными законами. Использовать в неслужебных целях информацию, средства материально-технического, финансового, информационного обеспечения, предназначенные только для служебной деятельности. Получать гонорары за публикации и выступления в качестве лица, замещающего государственную должность в Саратовской области. Получать в связи с выполнением должностных обязанностей, непредусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения и подарки от физических и юридических лиц. «Принимать в апреле к установленному порядку почетные и специальные звания, награды и иные знайки отличия для исключения научных иностранных государств, международных организаций, политических партий и иных общественных объединений и других организаций». «Скажите, пожалуйста, Ольга Владимировна, депутат Саратовской областной группы, которые работают не на постоянной основе, то есть я получаю здесь зарплату, не на постоянной основе, не вправе получать гонорары за публикации, в данном случае, как я понимаю, в интернете. Я не могу, получается, по вашему новому закону осуществлять свою деятельность, как я это делал до этого, в частности, в старых сетях на ютубе, которые за эту деятельность платят гонорар. То есть я так понимаю, что вы очередным законом пытаетесь в данном случае конкретно со мной бороться. Поэтому по этому закону я попаду по закону противодействия коррупции и буду признан коррупционером, что ли? Смотрите, значит, Саратовская областная дума отказала мне возможности получать зарплату, а сейчас запрещает получать такой, в данном случае с ютуба, как депутат, который здесь не получает бюджетные деньги, да? Правильно ли я делаю? Мне нельзя соглашать эту деятельность заниматься. Вы приняли закон. Как юрист, давайте точно вот это поговорим. И сразу же второй вопрос, а для этого управляем. И второй вопрос сразу же. Так, вот смотрите, что дальше, если обещать. Спасибо. Ой, ладно, да. Депутат на них постоянно стоит. Нет права принимать, значит, нет, подальше, понятно. Специальные звания, награды и знаки отличия от иностранных государств и других организаций. Благодаря активности Депутатов Депутатов России у нас в следующем будет миллион подписчиков на Ютубе. И Ютуб пришлет нас там отлично. Я не могу его больше получить. Вы мне законы... Вы мне, что я не сделаете. Вы мне, что я не стерю. Нет, а вы его сомнитесь. То есть, а на сколько вы припоскопе выходит? Это ваши цели. Вас и антолы. Нет, смотрите, мы с вами закон проектов в действие с принятым федеральным законам. Понятно, понятно. Для нас федеральные законы с вами являются в плане. Нет, понимаете. Вы на эти федерации улик, если Единая Россия принята, то кто суй. А сейчас же людей, если Единая Россия принята, то кто суй. Уважаемый депутат, перечень, которую сейчас Ольга Владимировна озвучила, этот перечень прописана в 273-м федеральном законе. Те запреты и ограничения, которые установлены в федеральном законе, естественно, были изложены в этом проекте закона области. Вопрос не в этом был. Я смогу дальше заниматься деятельностью, которую занимаюсь сейчас? Я не могу давать сейчас настоящую... Выборить свой цепочек. Я же не могу давать оценку той деятельности, которую Вы осуществляете. Нет, я говорю, что я получаю гонорары за выступление, в данном случае, в интернете. Здесь написано просто выступление. Давайте, давайте, а Вы получаете гонорары за выступление? Да. У Вас такая есть, как бы, официально всего-то... За размещение моих видеороликов. Ютуб платит, значит, средства. И награждает, за размещение... И награждает, знаки отличия дает. То есть я в данном случае коррупционер буду присутствовать? Что-то награждает? У Вас мешает сутки. Я не слышу. Возьму... У меня тоже были вопросы по этой части. Я вот на своем примере... Вот... Скажите на моем примере, как все это будет. Я секретарь союза журналистов России. Во-первых, это... У нас про союз или творческая организация? Подпадаю я в какой период? В статье. Кто дальше? Секретарь союза журналистов. Это будет в управление организацией или не будет? Давайте так. Вот эти нормы федерального закона. Правильно? Заключение... Вот к ним все вопросы. ...проект мы получили все. Правильно? Они у нас все положительные. Все? Не точно положительные. То есть, в той или иной норме у вас есть вопросы. Потому что в каждом случае вы видали это. У кого-то это Ютуб, у кого-то это союз журналистов. Давайте... У нас сегодня с вами первая рабочая группа совместно с прокуратурой, с юристами, с отделом. Давайте это естественно... Мы... Можем подробно... Можем ходить в какой-то подробности в Госклубе, то есть, в правовом... Для того, чтобы нам четко понимать, на кого, как распространять... Владимир Владимирович, и вот это у вас есть... Это сегодня первая... И меня это очень интересует. А какая ответственность за это? Что будет? Решение... Нет, нет. Что будет, если... Собственно, нас прикрепут по этой статье. Нас лишат депутатского мандата или посадят в тюрьму муку. Все запреты, ограничения и соблюдения будут рассматриваться на специально созданной комиссии... Ну, тише, не слышишь. Ну, ничего. Вот. И по результатам рассмотрения этой комиссии будет принято решение. Сейчас... Нет, какой вариант? Какие запреты, ограничения будут не выполнены, это будет принимать решение... Возможно уголовную ответственность или невозможно? Да, лишение должности просто. Да, какая? Лишение должности, то есть у меня лишат мандата. Вопросов много. Много индивидуальных ситуаций. По каждой из индивидуальных ситуаций нужно рассмотреть, посмотреть, как это надо... Мы для этого здесь собираем сейчас... Ой, Владимир Владимирович, а вы сейчас о моем заходе говорите? Нет? Просто собрались, рассмотрели, поговорили... По-моему, 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 по-моему... Что? Вы... Вот те вопросы, которые есть, предлагают письменным видео в комитет, для того, чтобы мы могли вам ответить... Если нужно, мы собираемся на рабочую группу, чтобы ответ получили. Для этого собирают все заинтересованные с органы комитетов. Есть ответы, которые вы должны получать. Давай, давай. Я хочу спросить, меня могут посадить в этой новой вашей инициативе? Мечтую, давайте. Можно меня? Или меня расплодать? Нет. Понятно, я по этому закону буду. Поехали. 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 Интересуется Николая Николаевича. Николай Николаевич задает прямо вопрос. Могут ли его посадить? На что ответ в настоящий момент я дать не могу. Он просто... Подождите. Нет, Андрей Александрович, я настаиваю. Я как бы заинтересованный в странах. Это важно. Я не обладаю... Поехали. 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 Тоже мой вопрос. Возможно ли лишение мандата в моем случае за это? Все будет рассматриваться индивидуально. Но, вы ответьте, какие варианты? Вот этот закон принимается 24 апреля, правильно? До этого момента, насколько я понимаю, действовала старая версия, которая предполагала, что даже депутат, который не является работником на штатной основе, на постоянной, не получает заработную плату, не может быть руководителем коммерческих структур и всего остального. Вот в связи с этим, вы мне скажите, или там нарушения, или те законы, которые были приняты в этот период, являются нелегитимными в результате того, что там произошло нарушение. Каким образом решается этот вопрос? Я хочу сказать, что после того, как был принят закон непосредственно к концу конца 19-го, и когда мы все ознакомились с данным, было ряд законодательных инициатив по поводу именно того, что получается в депутатском конкурсе есть депутаты, работающие на постоянной основе, есть депутаты, работающие на постоянной основе, и многие депутаты, работающие на непостоянной основе, являются участниками, учредителями. Акционерами, коммерческими организациями. Правильно? И поэтому вот 24-го апреля непосредственно был принят закон, у того, что не обещается, но он был принят на постоянной основе. Еще раз, у нас несколько месяцев. Иван Анатольевич, скажите, пожалуйста, что касается законности этой инициативы и ответственности по ней, вы можете что-то сказать? Да, конечно. Данный законопроект противоречит федеральному закону 273 ФЗ, в части предусматривающие представление интересов Саратовской области, соответственно, по области, определяющие в том числе порядок управления, находящихся в федеральной, а не в собственности области, акциями. То есть данное положение противоречит в части 3.3 ст. 12.1 ФЗ 273 о противодействии к акции. Мы в своем заключении предложили этот момент подправить. Иван Анатольевич, а еще раз, понятно, что именно там не соответствует? Предусматривается управление акциями, находящимися в федеральной собственности. А неправильная формулировка, что Саратовская область, это уже поправка. Это вопрос технического оправления. Иван Анатольевич, скажите, пожалуйста, а вот средства, которые депутат, но подождите, на непосредственной основе получают за публикации, вот это не противоречит закону? Ну, это, наверное, вопрос больше к разработчикам, потому что мы оцениваем только в соответствии с федеральным законодательством данного федерального закона. Здесь в законопроекте не ставился вопрос о работе мойгеров, поэтому... Иван Анатольевич, а какая ответственность за нарушение вот этого закона будет? Ну, соответственно, если нарушается законодательство о противодействии коррупции, это является коррупционным правонарушением. Рассматривается, он уже новичков Андрей Александрович разъяснил на комиссии в установленном порядке, в том числе по представлению прокуратуры. Вопросы сейчас были озвучены, протокол ведется, консультации дополнительные разъяснения будут получать. Еще предлагаю привести рабочую группу для того, чтобы всем было все понятно и ясно.